добрый день друзья добрый день и сегодня кухня инфодайвинга будет вестись с рабочего места но в принципе люди иногда едят и на своих рабочих местах когда у них мало времени так и у нас у нас действительно очень насыщенные дни но началось все с того что у меня родился внук и это прибавило хлопот забот кроме того у нас сессия начала начала сессия у нас начались мирские заботы и поэтому мы немножко задержали выпуске кухни сегодня быстро постараемся вам рассказать так что же было за это время за это время к нам пришло много благодарностей все благодарности лучше смотрите в инстаграме мы не опубликуем те благодарности которые маленькие которые средненькие которые повторяющиеся которые не содержат информации которые просто благодарю и у нас все хорошо да очень большое количество их очень большое количество и такие благодарности вы сами замечаете мы не публикуем кроме того мы не публикуем очень большие благодарности которые идут вместе с какой-то большой личной историей да у нас формат вот главное чтобы скрин получился на страничку чтобы мы могли щелкнуть и быстренько выложить в инстаграм вот такие благодарности мы сейчас публикуем почему мы это делаем в инстаграме потому что сайт Пупбай переполнен, вы это видите, и на сегодняшний день уже начальная информация просто теряется, это огромная лента, которую люди не могут прочесть, и даже самые большие скептики, которые пытаются там наехать на нас и сказать, что да ну, это все ерунда, что мы все это знали тысячу лет до вас, ну тогда извините, тогда повторите нашу работу и покажите такое же количество обратной связи, благодарственной, какая приходит к нам по инфодайвингу, это первое, соответственно, если вам интересны новые публикации, новые подтверждения того, что это все работает, значит, заходите на наш канал в инстаграме и читайте, там это все есть, в ленте это все происходит, можете открыть мой аккаунт Наталья Зайцева, и там можно выбрать и старые, в принципе, публикации тоже, на сегодняшний день в инстаграме уже более тысячи публикаций, даже, по-моему, более полутора тысяч публикаций, поэтому мы делаем это много, быстро, и это все можно почитать, вы видите, что это все скрины, это все реально те материалы, которые к нам приходят. Таким образом, мы временно, пока мы не нашли технического решения, уменьшили нагрузку на сайт pup.by, чтобы информация, которая новая выходит, не терялась. А новая информация выходит, потому что книга инфодайвинг знания, вот уже совсем скоро выйдет из печати, книга инфодайвинг глубина ушла в коррекцию, и книга по чату мам, как называется, сейчас я правильно вам скажу ее название, потому что, книга, которую написали мы или истории особенного чата, книга по чату, которую систематизировал, собрал Александр Зайцев, вышла из верстки, и она уходит в издание. Эта книга будет распространяться не так, как инфодайвинг, инфодайвинг идет только с платформы Сабриши на сегодняшний день, и с нашего магазина на Амазоне, больше ее купить нигде нельзя. Эта же книга, мы ее планируем немножко по-другому пустить, мы ее планируем и в магазины тоже пустить, да. Поэтому вот мы прорабатываем сразу разные варианты выхода на разные рынки, потому что книжная тема нам еще мало знакома, и мы просто идем в атаку и смотрим, что у нас из этого получится. То есть мы не стоим на месте, мы не топчемся и не ждем, что нас кто-то продвинет, подхватит, похвалит, что-то за нас делает. Нет, мы абсолютно все исследуем, изучаем, делаем сами, и таким образом рождается проект за проектом. Скоро на сайте Сабриши на еще и появятся книги в электронном виде, они доделываются. Параллельно на Амазоне идет согласование книги на русском языке, пока еще издательство не одобрило это, но она уже издательству передана, первая книга. Поэтому вот это большие объемы работы, которые просто проделывались за последнюю неделю-полторы, вот это то, что у нас происходило из интересного. Так что, в принципе, уже можно заказывать книгу «Инфодайник знания» на предзаказе. И вчера просто завалили нас заявками на эту книгу, потому что Ирина написала, что первым десяти заказавшим книга пойдет с автографом. А потом мы вечером сидели, и я поняла, что мне не один десяток придется подписывать с Ириной, потому что просто вечером обрушились заказы. Это все, конечно, приятно, и мы свои обещания выполним. Те люди, которые в первый день заказывали книгу, книга пойдет с автографами. Там значительно больше, чем 10 книг. Поэтому вы ее получите, но получите, как только мы ее получим из издательства. Я думаю, что это будет еще неделя-полторы, и она приедет к нам. Далее, что у нас было на этой неделе? На этой неделе у нас был курс «Подавленная злость». По подавленной злости пришла невероятная обратная связь. То есть люди пишут, что буквально курс прошел, и курс давался крайне тяжело. В принципе, мы это ожидали. И самое интересное, в книге «Инфодайвинг. Парадоксальное восприятие», когда я описывала, как мы приходили к психотехнической базе, которая потом была дана на этом курсе, описывала раньше, еще до этого момента, еще когда мы со злостью плотно работали. Самое интересное, что я там писала, что людям этот курс будет очень тяжело даваться. Но при этом он настолько прост, если человек осознает суть, то он увидит, насколько простой курс. И насколько легко пользоваться психотехнической базой, и насколько легко моменты вот этой злости отслеживать в жизни, и насколько легко менять реактивную составляющую. Просто гениально легко. Но обратная связь говорит, что курс был пережит тяжело, человеку тяжело входило, человек зависал, тупил, трудно воспринимал информацию, но на выходе очень большие результаты в проявленной жизни. То есть действительно, когда вот эти пласты через сопротивление, через вот это нежелание интеллекта и программы ума включить другие варианты, другие сценарии, когда это все было пройдено, вдруг оказалось, что жизнь невероятно быстро меняется. Злость имеет невероятно большую роль, играет в нашей психике. Поэтому обратная связь, конечно, по этому курсу впечатляет, радует. На самом деле мы этот курс думали, давать ли людям в таком варианте, как мы дали, потому что он сложный. Сложный по восприятию, именно по восприятию. Но мы не ошиблись. Да, не ошиблись. Он очень сильный был курс. Мы не ошиблись, мы его провели, и это здорово. Кроме того, мы, когда работали, и сейчас, вот когда планировали, когда прорабатывали практикум, подавление делали, да, и сейчас, когда делаем практикум, сегодня будет практикум комплекса, мы используем разные наработки. Обычно мы стараемся не такие глубинные вещи давать на практикумах, а более глубинные выносить на курсы. И тут получается, что и подавление практикум как-то так зашел хорошо, и сегодня комплексы. Мы начали, мы как будто сделали шаг назад, к упрощению. Как бы вернулись к каким-то старым моментам работы, с новой силой, с новыми осознаниями, и соединяем вот такие переходы, делаем как скрутки из глубины, и как буравчиком просто выпускаем какие-то вещи в проработку. И если раньше это все казалось нам самим невероятно сложным и в работе, то сегодня мы вот с нового восприятия, мы видим, если ты это осознаешь, то это легко. Но если тебе приходится ломать себя, то тебе это сложно. А что значит ломать себя? Ломать себя – это приходить к себе искреннему и открытому, и настоящему. На самом деле. Вот это дается сложнее всего парадокс. Да, ломать, а на самом деле это прийти к себе. Прийти к себе. То есть, а в зеркале как будто ты ломаешь себя. И вот этот парадокс, парадоксальное восприятие, оно такие невероятные штуки подсвечивает, когда людям не надо ничего придумывать сложного, не надо брать ничего от ума, не надо притягивать какой-то бред, какие-то шаблоны, какие-то стереотипы, какие-то, а надо просто в какой-то момент замедлить бег, остановиться, сказать стоп, посмотреть на то, что же я делаю, как я проявляюсь, и стать самим собой. И вроде бы это просто-просто-просто, но в то же самое время это очень сложно дается. И на выходе мы имеем тогда хорошие результаты. Что касается работы с детками на этой неделе, то у нас есть, как ни странно, на этой неделе шла обратная связь больше от их родителей. То есть, родители писали о своих переменах, родители писали о том, как изменилась их жизнь, как изменились их отношения. Это не один родитель, поэтому я не буду здесь писать, здесь была и личная информация, и касалась интима, она и здоровья, и все подряд. То есть, на самом деле, вот, это обычная работа, это то, что мы делаем каждый день, и когда мы людям подсказываем, что надо, что не надо, как двигаться дальше, но это уже бытовуха. Это бытовуха, касаемая нашей деятельности. Что еще у нас из интересного? мне даже уже трудно вспомнить, что у нас из интересного. У нас просто очень насыщенно. Да, у нас вышел подкаст у Камина, очередной, вот на этой неделе, такой, где мы рассказывали про школу, про воспитание детей, про ложь, про подмены, про то, как оценки включают детей в ложь, и как потом они уходят от себя, и заменяют оценки деньгами, там, и так далее. Много чего было. А, я даже на сайте на этой неделе выложила обратную связь по тому, что инфодайнг оказался самым эффективным жизненным путем. А, еще из того, что меня радовало и радует. Кстати, сайт Фудба я забывала на этой неделе обновить, но бывает. Что меня радовало и радует, это то, что все больше людей пишут о том, что они осознали глубину инфодайвинга. То есть, если раньше люди писали, спорили, говорили, вот так правильно, вот так неправильно, вам надо почитать того, вам надо изучить работы того и так далее, то в последнее время у людей начал возникать ступор. Потому что на самом деле, когда до человека доходит, что инфодайвинг это всего лишь вариант возвращения к себе, ни более, ни менее. И не надо ничего придумывать. То есть, как только ты приходишь, возвращаешься домой, у тебя уже кто-то дома есть, пум-пум, кто там, да, уже дома кто-то есть. И в это время у тебя начинает меняться здоровье, начинает меняться жизнь, начинают налаживаться отношения, начинает все выстраиваться. И это делает не кто-то, это делаешь ты сам. И казалось бы, так я и сам могу это делать, но почему-то ты без инфодайвинга это не делаешь, а с инфодайвингом это делается с удовольствием, с интересом и легко. И это парадокс, да? Вот казалось бы, ты можешь это все сам, сядь и сделай. Почему не делаешь? И вдруг оказывается, что даже те, кто и пытался делать сами, они шли из игры в игру. то есть в инфодайвинге задача свернуть игру и осознанно уже создавать новую. А большинство людей просто прыгают из чужой, из одной, в другую, в третью, в четвертую, потому что лгут себе, потому что ленятся, потому что, потому что, потому что. Всегда причины очень близкие начинаются с лени, со лжи и так далее. С подмен. А когда ты начинаешь... Из чужого в чужое, из чужого в чужое. Да, когда ты начинаешь эти вещи замечать, осознавать, то ты перестаешь бегать, ты перестаешь убегать от себя, ты перестаешь вваливаться в чужую игру. Да, ты наоборот разворачиваешься к себе и идешь к себе. Идешь к себе. И вдруг оказывается, что жизнь на самом деле играет другими красками, она прекрасна, она интересна, она неповторима. И тогда приходит счастье. На этой неделе, кстати, наибольшее количество обратной связи по книгам. Просто кому попадали книги в руки, даже если им давали случайно почитать, они просто заказывали их пачками. Вот это факт. Мы по книгам сейчас получаем невероятное количество благодарностей, причем они летят и в инстаграме, они летят и на почту, они летят и в личку. То есть мы понимаем, что тираж, который сейчас у нас издан, он крайне мал, он крайне мал, более того, он еще задерживается, его не успевают до конца издать, и поэтому у нас магазин иногда будет простаивать, потому что просто издательство целиком уже работает на нас. и на самом деле это прекрасно, это значит, у них есть работа и значит, есть зарплата. Таки да. Таки да. И вот я зависла. А что еще у нас было на этой неделе? Вот эта рутина консультаций, обучение, ну плюс радость жизни, роддом там и так далее. Вот это все, 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 вот это все было. И классно, и жизнь счастливая. Невероятно. Да много, на самом деле, много чего. Да очень много. Дни насыщенные, но они, они личные, они личные. Так что, ты знаешь, вот даже потребность в публичном вот этом вот рассказе, она сейчас сводится к нулю. Нету в ней потребности. Просто это такая работа. Просто это ты делаешь ту работу, ту, за которую ты получаешь благодарности. Просто и от этого счастья, и от этого счастья. Просто ты счастлив от того, что тебе пишут, от того, что дети поправляются. Не все, кстати, поправляются, не все. Сразу оговорюсь, пока не изменится мать, ребенок не поправится. Не будет окончательного выздоровления. Более того, это решение матери, например, давать ему лекарства или не давать, травить его или не травить, там и так далее. Мы свое мнение высказываем, но дальше полностью слышит ответственность матери, слышит мать или не слышит. Поэтому у нас, чтобы вы понимали, тоже не стопроцентный результат, но очень высокий процент. Очень высокий, но не стопроцент. Вот, потому что иногда родители ничего не меняют в своей жизни. Есть, когда, например, отцы ничего не меняют в своей жизни, а мать уже, ну, часть работы выполнила, ребенок пошел, а дальше отец говорит, нет, ерунда, это все. И ничего в своей жизни не меняет. И в какой-то момент ребенок зависает на полпути, то есть он уже из ауто вышел, но он и абсолютно здоровым не стал. Ну, наверное, полумера, это тоже, как вариант, такое тоже есть. Много чего есть. И на самом деле нет желания осуждать родителей. Это выбор. Это выбор человека. Это выбор его дальнейшей собственной жизни. Ведь он же родится у этого ребенка. Либо не родится. Следующий день у него будет такой, как и предыдущий. Но сильно отличаться он не будет. Если мы говорим о жизнях, то же самое. То есть мы идем вот день, ночь, день, ночь, день, ночь. Сильно ваши дни различаются? Иногда сильно, но в своем большинстве никак. Вот точно так же и жизни. И человек точно так же живет. И когда ты задумываешься над этим, иногда возникает вопрос, а надо ли вообще вмешаться? Все настолько гармонично, все настолько умиротворено, все настолько, но оно уже есть. И тогда вот наши вмешательства, они получаются. Надо ли они? Казалось бы, человек обращается к нам, да? Казалось бы, но обращается. Он осознает, что хочет поменять свою жизнь. И ты ему показываешь, как, да? Помогаешь. Можно сказать, вот так берешь человека, вот два пути у него, берем два, и ты его переставляешь, да, на другой путь. Все, говоришь, все как надо. А человек постоит, постоит. И нас... Здесь же надо работать, здесь же надо новую жизнь себе прописывать, новые какие-то действия свои, да? Движения. А лучше по проторенной дорожке. И пошел. День изо дня снова становится и пошел. И так на самом деле, казалось бы, мы говорим, но в следующей жизни там у тебя будет так же. И человек думает, ну это же следующая жизнь. А в следующий день? Тебе, вот, тебе показывают, ты можешь начать следующий день уже другим, уже из создания самого, осознанно, осознанно создавай. Ты же пришел, ты же обратился. Тебе показали, тебе помогли, да? Развернули тебя. А человеку лень. А смотрите, и тут же работает парадокс. Вот, да, Вичи слышала, так помогите всем вот детям больным, помогите, спасите, и так далее. А на самом деле все уже спасены. Угу. И помощи им не требуется. Это вам требуется игра в спасение, а им помощь не требуется. И вот, когда осознаешь вот эти парадоксы, в доказательство, посмотрите, как закончилась жизнь матери Терев. Да? Она тоже играла в игру в спасение. То есть, спасение – это игра, игра в спасителя. И когда осознаешь вот эту парадоксальность, вот это все, очень часто хочется сказать себе, стоп, стоп, развернись к себе, займись собой. И так любому человеку, и себе тоже. Развернись к себе и займись собой. Потому что этот мир уже спасен. Но при этом нам по-прежнему интересно устройство психики. Я хотела сказать, что интересно, все равно интерес остается. Займись собой, да, если касается нас, то, в принципе, мы с тобой и занимаемся. Собой. Собой. Тем, что нам интересно. И по пути, да, по пути мы можем точно так же показать человеку, подсветить такой же путь, показать, что мы и делаем. Да? Мы не спасаем, мы показываем. Мы помогаем. А уже у человека выбор. Интересно ему или неинтересно с нами. Или по нашему пути. Пройти. Да. И очень часто видим, что на самом деле человеку проще быть автоматом. Вот просто программа автомат включил, как на автопилоте, на самолете пошел. погнал. И лучше я пожалуюсь, кому-то расскажу, там сбегаю, что такая жизнь тяжелая, сбегаю, там к тому расскажу, к тому обращусь. Помогайте мне все по пути. Но я буду просто вот идти валить на автопилоте. И все. Дело в том, что все, что касается автопилота, это животный мир. У нас вышел стрим наш последний. Кстати, он будет оставаться в открытом доступе, единственный. Все остальные наши стримы уже в закрытом доступе. И переход к ним есть только через сайт pup.by. На ютубе они уже идут по ссылке. Переходы идут через сайт. И мы там рассказывали именно про животное проявление человека. Это не ни в оскорбление, ни в обиду человеку. Наоборот. Наоборот, задача человека осознать, что он человек. Что, наверное, Дарвин и Фрейд были немножко неправы, когда они низвели человека в животный мир. И когда человек это осознает, говорит себе стоп, и начинает осознанно проявляться, ну, наверное, это самое классное. Вот. И задача инфодайинга привести человека к этим состояниям. И в этих состояниях человек будет здоров и находиться в гармонии. Здоровье тогда возвращается. Возвращается. Человек, на самом деле, художник своей жизни, но отказывается. Для этого надо взять ответственность за свою жизнь на себя, как взять мольберт и краски и начать рисовать. Готовы ли вы рисовать свою жизнь осознанно? Если готовы, мы ждем вас в нашей команде в инфодайвинге. Если не готовы, то у вас мир без границ. Каждый строит свою реальность сам. И это счастье. Кстати, на этой неделе мы опробовали еще новую психотехническую базу. Еще глубинную, еще более эффективную, более быструю. И оказалось, что она имеет невероятный выхлоп. тоже из наработок. Но это все мы пробуем. Мы все пробуем на себе. Мы все пробуем на наших близких. Вот эту базу мы пробовали пока на себе и на близких. Прочувствовали, прожили, пра-пра-пра. Дальше мы посмотрим уже, как к болезням ее вставить. Для того, чтобы еще быстрее, еще эффективнее выдергивать человека, будить человека, пробуждать и возвращать его к себе. Да, потому что нам это интересно. Вполне возможно, что мы с тобой придем к еще более интересному варианту. Еще к более быстрому управлению. К более быстрому. И, кстати, по обратной связи, после взаимодействия с нами, нам часто пишут люди, что только начали переписываться, а общение с нами вызывает боль. Такое есть. И в последнее время стало часто встречаться, потому что мы достаточно жестко человека разворачиваем к себе. Но это казалось бы жестко, это кажется, что мы такие жесткие, а на самом деле это как по нам, во-первых, мы никогда нет желания оскорбить, нет желания уколоть. Есть одно желание показать сразу человеку суть. Развернуть. Развернуть. Человек бежит, 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 и вот на бегу его так хлоп, останавливаешь и к себе, и беги в другую сторону. И вот этот разворот, он бывает болезненный. Болезненный. И именно он болезненный, потому и человеком ощущается болезненным, потому что он все время, чувствуя где-то, где-то там боль, он не хочет туда смотреть и бежит сломя голову от себя. А тут ты показываешь эту боль развернись. И человеку страшно и больно. Но кто решается все-таки, даже не кто решается, оно по сути своей реакция, ну, наверное, большинства сразу вот такая, что больно, больно очень, больно, оскорбительно где-то кажется, что обидели, через пару дней, вот три дня, даже через день человеку доходит и он пишет уже совсем другое. И благодаря вот этому, именно вот этой боли, этому укольчику, у человека проясняется сознание. А зачем на самом деле, а зачем мылить человека долго, гладить, рассказывать какие-то сказки, чтобы человек еще одну петлю прошел, да, к самому себе. Зачем? Лучше разверни человека. Пусть тебе сейчас станет больно, резко больно, но ты эту боль просто прими, потому что это боль та, которая тебя разворачивает к самому себе. наконец-то туда разворачивает, куда ты просто боишься, просто для тебя страшнее, не знаю, страшнее не придумаешь, как посмотреть туда, а тут обращаясь к нам, мы поворачиваем. И на самом деле у человека появляется шанс в этой жизни, именно в этой жизни, прям буквально со следующего дня начать совершенно новую жизнь. Благодаря вот этой боли. А вот парадокс. Человек к любви, ведь когда человек приходит к себе, он приходит к любви, он приходит к любви, к осознанию любви, к чувствованию любви, к проявлению любви, к искренности, к своей божественной составляющей. И он приходит к себе искреннему, открытому, настоящему, и он находит умиротворение внутри у себя. И когда он пришел к себе У него не то, что боли нет У него есть кайф И вот парадокс Кайф Я только сейчас на физическое тело это положила И возвращение к себе через боль Смотри точно так же Рождение детей Я только хотела сказать И выход в свет через боль В новый день В новую жизнь Через боль Просто боль это единственный механизм в психике Который заставляет человека осознавать То есть включает обратную связь Из подсознания в реальность Не из реальности в подсознании Это привычное понимание Обратную связь включает И здесь у тех у кого она не работает Включение идет через боль И у человека именно и появляется Вот эта возможность Рождения нового В этой жизни Прямо на следующий день Человек может Человек с любой точки Может изменить свою жизнь Да Это право у него прописано По рождению Только он не берет его И с физического тела Можно изменить все Абсолютно Прямо в моменте здесь и сейчас Миг и пошел другой миг Все как в фильме Матрица на самом деле реально Просто пока мы это не осознаем Оно нереально Когда это осознается Оно становится реальным И это невероятная сила И это сила в человеке Именно в физическом теле И это возвращение ответственности За свою жизнь на себя Вот оно Вот они наработки Вот вроде и все наши наработки За эту неделю Работаем дальше Инфодайинг двигается Развивается В чате мамы работают Кстати немножко темп снизился Немножко больше болталки появилось Но есть моменты Которые и на этой неделе были рабочие Вот Но в целом я понимаю Что немножко огоньку надо будет Подлить кипяточку в чат мамам Расслабились Пока мы были заняты рождением Роман Как немного так ушли Просто ушли Мамы Расслабились Расслабились Немножко Девчонки Мы вас немножко напряжем Или наоборот Расслабим Да Потому что обычно По дороге К себе человек расслабляется Нет знаешь опять Чуть-чуть так раз И развернул внимание Чуть-чуть Еще чуть-чуть К себе Еще чуть-чуть Заглянуть вовнутрь Еще чуть-чуть Измениться Еще чуть-чуть Увидеть счастье В этой жизни На самом деле Да Вот у нас Именно Мне очень нравится Наблюдать Как меняют людей Книги Я Вот последнее время Это очень часто Наблюдаю Причем наблюдаю И даже наверное Больше всего От этого кайфую Когда берут Наши книги Люди Которые Вот первое Что их столкнуло С инфодайвингом Это книги Да Вот книга И когда Вот идет Вот эта обратная Реакция На книгу Даже уже На первую И потом Желание Все их иметь И прочитать И потом Когда человек Совершенно Вот приходит Человек Или пишет Совсем другой Человек Размышления Другие У человека Желание Жизни Интерес Глаза Горящие Мне так Это нравится Я от этого Просто сейчас Вот мне последнее время Это Как-то Вижу Очень часто И я от этого Получаю удовольствие Видя какой результат Уже даже Просто наши книги Дают людям Жизнь меняют Вот одна У меня девушка Была Это моя знакомая Которая Просто Она была В депрессии На самом деле Она практически Каждый вечер Плакала И она Вот Прочла Четыре Наших книги Это совсем Другой человек Вообще У нее Сияют глаза Пока ты говорила Рассказывала Про книги Обратная связь Идет постоянно Вы понимаете Что сыплются 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 Приветы И мне человек Прислал Ссылку На юмор Вот на этой Прекрасной ноте Мы и закончим Как в одной И той же истории Одна и та же Проблема Формулируется И Как она По-разному Раскручивается В разных Вариантах Психологии Психотерапии В конце Добавим Инфодайинг Итак Женский тренинг Вы знаете У меня чешется И болит жопа Сестринская Иванову Антипсихотики Внутримышечно Больше не вводить Пока Покапаем И это Помойте его Когнитивно-поведенческая терапия Вы знаете У меня чешется И болит жопа Как часто Вы моете жопу Что я с ней делаю Понятно Я дам вам технику Для ежедневного выполнения Через неделю Расскажете о результатах Тренинг Личностного роста Вы знаете У меня чешется И болит жопа Выйди за зону комфорта Оденься Трансвеститом Подойди к трем Незнакомым людям И попроси почесать Твою жопу Йога Вы знаете У меня чешется И болит жопа Это непроработанная Корневая чакра Сядь в пользу лотоса Закрой глаза Глубокий вдох Медленный выдох Сфокусировай внимание На своей жопе Направь свое дыхание В нее Дыши жопой Итак Еще есть много направлений Которые я могу читать В инфодайлинге Когда человек приходит И говорит У меня чешется И болит жопа Что говорит инфодайлинг? Что говорит Я не знаю Что ты придумала Он говорит Иди и помойся Блин Вот так и говоришь Просто совсем И не надо ничего придумывать Ведь на самом деле так У меня чешется жопа Помойся Иди помойся Проще не придумаешь И на самом деле Инфодайлинг Всегда говорит честно И открыто в глаза И говорит то Что человек не ожидает Слышать Вот Просто прочувствуйте Как часто мы ждем Что человек нам Солжет Выкрутится Мы уже знаем Что он скажет Как он будет выкручиваться И мы специально провоцируем Эту ситуацию И только когда мы абсолютно искренне говорим Правду Человек становится в ступор Выбивается Он не знает Как реагировать Как себя вести И дальше Есть два варианта Первый вариант Он будет бегать Пылить И кричать Что ты ненормальный А второй вариант Он станет искренним И получается Всегда Когда ты искренен Есть два варианта Разворота событий Либо ты будешь видеть безумие Либо ты будешь видеть искренность И если ты видишь безумие Ты понимаешь Что наверное Рано Наверное Ты не к месту Наверное В тебе тоже есть безумие Которое сейчас отражает этот человек И наверное Надо это безумие осознать Принять И тогда этому человеку полегчает Он же твое отражение сейчас Но это сложный момент А второй момент Который По правилу Парета Будет 20 на 80 В 80% случаев У тебя будет отражаться Искренностью Адекватностью Ты будешь видеть Действительно Нормальных людей Улыбающихся Счастливых Открытых Искренних И в ответ Искренность пойдет Да И для них Счастье Тоже включить Искренность Рядом с тобой И тогда Окажется Это так просто Да И это просто И это так можно было И это просто И не надо Давать технику Для ежедневного выполнения Выходить за зону комфорта Одеваться Трансвеститом И так далее Для этого Надо просто Быть самим собой Инфодайнг Это об этом Это возвращение К себе Настоящее Да Даже вопрос У меня болит Это же тоже Предложение игры Что вы мне расскажете Что вы мне скажете Это же вот тоже Неосознанно А вот действительно Предложение игры А мы ее сразу Сворачиваем И вот сейчас Можно сказать Так вы сказали Грубо А ведь на самом деле Если Если вдуматься Да Вот Тут же второй вариант А ведь Действительно Это так Вот оно тоже Вот оно тоже Что там еще Что-то пишут Арт-терапия Давайте рисовать Вашу жопу Гипнотерапия Спать Вас больше не чешется Жопа Гештальт Подробно расскажите Что вы чувствуете Прямо сейчас Когда говорите это Не сдерживайте Своих эмоций И понимаете Это все игры 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 А сворачивается Очень просто Иди и помойся Только ни один Психотерапевт Прямо это не скажет Потому что Клиент всегда прав Потому что Принес свои деньги И только в инфодайинге Иди и помойся И так каждый раз Потому что Твоя жопа Твоя зона ответственности И на этой прекрасной ноте Мы заканчиваем Выпуск новостей сегодня До встречи Через неделю